добрый день дорогие друзья сегодня мы собрались по очень радостному поводу я совершил шопинг наконец-то первый раз за очень долгое время конечно я его совершила онлайн потому что все еще у нас все закрыто и сегодня шопинг мой был сделан юникло он был сегодня конечно же где-то недель две назад мне стало скучно грустно и очень тоскливо и я зашла на их веб-сайт не только юникло я совершила шопинг сарик в общем потом вам покажу и пришла мне эта посылка где-то наверное неделю назад то есть шла она ко мне неделю что довольно быстро и я неделю ее держала на карантине чтобы не ну как бы боялась трогать в общем она лежала в подвале и в общем-то обезвреживалась наконец настал тот раз в час когда я ее открыла все предварительно уже померила и в общем сейчас вам буду показывать в чем проблема вещи в общем понимаете что я бы назвал это летним шопингом но я там купила три свитера одно шестоное пол шестоное платье вот две три юбки три юбки но юбки летние ну что вам сказать будем считать кроме платья потому что платье на самом деле действительно такой толстый теплый вообще все остальное кроме платья ну это свитера который кстати чистая шерсть и в принципе ну вы знаете что у нас у нас наконец-то стало тепло уже да слава тебе господи можно выйти на улицу и солнышко светит ну как тепло ну 17-18 градусов ну вот например по вечерам у нас в принципе вполне еще можно надеть свитер и не только сейчас но даже в принципе летом в канаде такая погода что бывают такие дни что в принципе можно надеть свитер летом вечером или накинуть там на плечи его вот и я думаю что не только в канаде я думаю что во многих странах я не знаю насчет европы мне кажется что например в германии я помню как-то ездили в августе там 13 градусов температура плюс но я думаю что и в россии и в украине и во всех бывших советских республиках во многих скажем которые так средней полосы республика там тоже летом можно носить свитера у меня за окно меняется солнце меняется освещение мне это не нравится все я вижу мое лицо как-то начинает засвечиваться немножко так отодвигаюсь что чтобы свет на меня не падал так напрямую вот короче говоря значит назовем это летней распаковкой но принципе это вещи такие ну ведь это был зимний клиренс ну будем считать готовься они летом поэтому мы сегодня в мае месяце когда наконец-то стало тепло меряем свитера теплые кофты и в общем я как всегда чуть не в тему пошла ну хорошо давайте будем смотреть будем вам сейчас показывать начнем со свитеров три свитера совершенно одинаково нет не правда вот это вот как бы кардиган на пуговицах серого цвета все вещи чисто шерстяные да да все все абсолютно вещи сделаны из чистой шерсти это кардиган на пуговицах это два свитера такого цвета и свитер вот такого цвета все они размеры extra small я очень долго сомневалась это то что осталось на их в сайте я очень долго сомневалась брать мне это смол или нет оказалось что они в принципе довольно большие и вполне вполне мне подошли и даже немножко свободненькие единственное что они такие короткие но я вам сейчас покажу стоили они по 20 долларов при том что в принципе они стоили по 50 в сезон так это цвета теперь у меня три юбки одна такого вот молочного цвета на резинке очень удобная капли серована немножечко вот она в такой маленький тоненький едино видно нет видите в горошек точечку так куда если вы видели мое видео я когда-то ходила делать шоппинг и примерки я не плод я люблю там мерила но я тогда не купила она была за фул прайс за полную цену мне стало было жалко деньги я сказала сейчас значит юбка размер medium стоила на 40 долларов я купила и за 30 небольшая разница но тем не менее приятно следующая юбка это такая юбка запахом стопроцентная по моему вискоза дата юбка в точечку это прекрасный состав 100 процентов акрин значит в этой юбке состав без очков не вижу ничего я же за очками мне идти лень сто процентов район что такое район что за ткань не знаю размер 6 я кстати померила хочу сказать что она мне так тютелька в тютельку и когда-то я у них шестой размер не был великого карантин сделать вы черное дело и сейчас шестой размер меня как бы так вписался в меня пился я бы сказал да ну кстати она запахом поэтому здесь можно немножко пуговицы пришить и так мне надеюсь что я не буду я надеюсь что-то будет классно сделано вот такая юбка запахом две значит пуговицы чтобы ее так на себе застегивать и тут еще внизу какая-то такая штуковина чтобы ее пристегивать там в общем чтобы она не распахивалась по ветру очень кстати продуманно и хорошо я благодарна юликлу за это и последняя юбка я ее мерила но я ее назад свернула так как она ко мне пришла пришла она ко мне в таком очень интересном видите вот узлом почему потому что а сейчас я вам разверну и объясню вот таким образом я ее получила кстати с пристегнутой к ней нижней юбкой сейчас я раскрою посмотрю что очень классно потому что в принципе это и нижнюю юбку можно использовать и для других вещей да почему она в таком виде она сделана из такой ткани сейчас сейчас вот такой видите она немножко как сжатый такой ситец и и они так прислали вот так вот скрученную и узлом чтобы не не раз не разошелся вот этот вот вот эта текстура помятость к моему удивлению она тоже стопроцентная синтетика потому что я чуть думала что она выглядит она как как хлопок но нет но не повезло она тоже стопроцентная синтетическая стоила на 40 долларов сейчас она стоит 30 разное медиум и посмотрим давайте эту юбку я еще не раскрывала нижнюю потому что в принципе вот это вот она довольно прозрачная и вот такая нижняя подъюбник классно он идет отдельно и вообще это классно потому что сильно можно его можно использовать в других вещах понимаете то есть как бы два в одну все сейчас буду мерить буду вам показывать а платье секундочку вот такое платье я знаете не сняла с него здесь вот этот только размер на я не сняла и потому что я возможно его верну но ничего не очень нравится ну в общем ну во первых цвет такой детской неожиданности на веб-сайте она была я думала коричневый прям такой коричневый но оказалось видите такого вот вот значит кстати в нем состав неплохой у него состав тоже размер медиум ну мне конечно был смол наверно и в нем да что-то 60 чем-то акрилик 25 вул и 8 процентов альпаков дети дома детям скучно дети меня отвлекают оттенка у него страшно длинные рукава прям такие вот в общем может кстати можно что-то придумать вообще ну знаете что неплохое для для зимы оно такое тяжелое но в принципе теплое потому что у него есть шерсть альпака стоило оно 60 долларов я купила за 20 и это какая-то знаете коллаборация написано jw anderson для uniqlo jw anderson я знаю такой бренд ну в общем не знакомо это сочетание я точно не знаю скажу ну в общем сейчас я вам все померю покажу и вы увидите как это сидит и еще раз прошу прощения за то что успаковка зимняя на половину на половину ленья но еще раз повторюсь есть такие геомы в которых летом можно ходить все давайте смотреть так первым образе я совместила вот эту вот юбку и кофту шестяной вот этот кардиган серый я одела их вместе и честно покажу и в первом образе я надела их с белыми кроссовками представляете я сегодня без каблуков после моего прошлого видео где я утверждала что я люблю каблуки и нашу только каблуки и показывала вам там свои свои всякие там нарядные туфли в соножки и каблуках сегодня я решила поменять немножко свой стиль но нет я померю с каблуками тоже эту юбку ну вот первый образ у меня в белых кроссовках если вы не смотрели мое видео пожалуйста предыдущие обязательно посмотрите там очень много красивой обуви интересных примеров вот давайте сейчас я вам отойду подальше и покажу вам как это выглядит с белыми кроссовками небо она исполнить в общем мне понравилось потому что это расслабленно какой образ знаете вот летом вечерним летним вечером на даче в белых кроссовках в такой вот юбке в таком сером кардигане шристианом очень неплохо сейчас я попробую надеть с каблуками и мы посмотрим как это можно обыграть с каблуками и сделать образ более наряда я встала на каблуки сейчас я немножко отойду и вам покажу ну в общем я еще добавила широкий пояс такие богемные гламурные бусы лодочки и не видно сейчас это из прекрасной дачница вы превращаетесь прекрасную ну не знаю посетительницу ресторана бара кафе концерты выставки и так далее вторая юбка синяя в такой белый горошек не горошек видите у нее кстати есть карманы почему я страшно крайне рада и вот она сделана здесь таким запахом я ее просто надела с моей блузкой это моя блузка тоже похожего цвета но другой рисунок ну в общем сочетаем принты ведь она мне так плотно так на мне села я бы сказала что в общем меня расстроило потому что я до карантина я никловский шестой размер не был велик ну в общем да и вот этот свитер я пока его так накинула на плечи но я его сейчас надену чтобы вы видели как он выглядит размер экстрасмол свитера тоже я наделась с белыми кроссовками пока что сейчас стойду подальше покажу ну и конечно естественно это можно надеть с каблуками эту юбку с любой блузкой с белой рубашкой в общем она приятная такая на ощупь сейчас я надену свитер покажу как это выглядит вот свитер размер экстрасмол чтобы вы понимали он ни разу не маленький а наоборот такой довольно объемный единственное что да он короткий но это он должен быть такой короткий просто такой базовый приятный свитер чистая шерсть я просто надела его с этой юбкой но в принципе он не очень подходит по цвету он другой другой хера синий но вот с белыми брючками с джинсами очень даже будет неплохо по-моему вполне себе такой хороший свитерок за 20 долларов чисто шерстяной я считаю что это достаточно хорошее приобретение очень очень бюджетные очень качественная вещь не знаю как он стирается если честно девочки если у вас есть исчезнение кожи шерстяные напишите мне пожалуйста вы стирали как их стирали садятся они не садятся как они сохраняются и последняя цветная юбка я ее померила с такой белой блузкой примерно такого же качества и видите вся на грузка тоже такая знаете из такого мятого хлопка не хлопка и накинула сверху этот малиновый свитер вообще цвету свитера абсолютно потрясающий я вам сейчас тоже его надену на самом деле он тоже экстра смол но он такого же размера как тот синий и сейчас пойду подальше тоже я померила с белыми кедами в общем выглядит довольно хорошо и вот очень расслаблено очень так по дачному по летнему приятно это юбка мне понравилась очень и она сильно достаточно прозрачная но вот этот подъемник который приложили в комплекте к ней очень спасает ситуацию а Я думаю, что сочетается с белым, она очень хорошо сочетается, но, в принципе, вы можете ее надеть с любым цветом, который присутствует в ней. У нее тут есть зеленый, красный, в общем. И давайте померим свитер. Выглядит этот свитер. Цвет у него действительно потрясающий, необыкновенной красоты. Не знаю, будет ли он скатываться, не будет, но очень подходит, кстати, к моей помаде. Кстати, о помаде. Сейчас снимаю белую блузку, которая у меня была надета. Я ее так легким движением руки прилипла к своему рту с помадой и все ее перемазекла. Сейчас пойду стирать. Ну, бывает. Я знаю, что есть всякие способы. Там надевать плато, какой-то мешочек полиэтиленовый на голову, когда вы меряете вещи. Ну, это когда вы в примерочной, и там, в принципе, вы вещь, может быть, не купите, а вы ее перемажете и отдадите назад. И кто-то другой ее будет мерить или покупать. Это некрасиво. Но здесь все же мое. Как бы, машь не хочу. Сейчас пойду постираю. Чтобы делать больше ничего не стереть. Да. Ну, в общем, свитер симпатичный. Очень-очень приятный цвет красивый, правда? Вот платье выношу на ваш суд. Что вы скажете? В нем есть карманы. Это я люблю. В нем рукава вот такой длины. Мне это странно, потому что в Uniqlo вещи не рассчитаны на очень высоких, крупных людей. Это как бы японский бренд, и он рассчитан на не очень высоких людей. Может, я ошибаюсь, может, я что-то не точно говорю, но у меня было такое ощущение. Вот. Ну, вот рукава. Я уже думала, может быть, их можно вот так вот, знаете, закатать, согнуть вот так и подхватить ниточкой по краю, чтобы оно не падало, чтобы оно держалось. И получится как будто так и было задумано такой отворот. Видите, что я имею в виду? Вы понимаете, что имею в виду, да? Ну, и само оно такое... Такой длины, ширины и какой-то немножко мешком. Ну, вот это вот мне нравится. Вязка косая, мне нравится, что у него есть карманы. Ну, рукава, может быть, можно как-то доработать. И давайте я померю сейчас поясом. Так, коричневый пояс. Близнец того черного. У меня эти два пояса из Зары, кстати, я их обожаю. Я их ношу везде и всюду, совсем подряд. И мне они так нравятся. Они настолько украшают любую вещь. Я видела, что в этом сезоне они выпустили такой же пояс бежевый. Я обязательно его куплю. Пока еще не собралась. Кстати, он у меня лежал в корзине, но пока я собиралась сделать покупку, он ушел. Ну, как бы out of stock. Ну, я думаю, что они иногда добавляют вещи в сток. Ну, он, кстати, еще и к тому же на сейл. Он сто человек 20 долларов вместо 40, по-моему. Как бы иметь три вещи одинаково разного цвета, это очень в моем стиле. В стиле не минималист, как и я. Вот. Ну, вот, может быть, с поясом оно выглядит не так плохо. И, наверное, надо встать на каблук. Правда? Мне кажется, что надо встать на каблук. Хотя, может быть, с белыми кроссовками тоже ничего. Сейчас я отожду. Сейчас я померю с каблуком одну минуту. Мне кажется, что мой каблук спасет это платье. Туфли померю черные мои лодочки, чтобы мне уже не бегать, не искать другие туфли. Ой, сейчас спаду. Ну, каблук с каблуком как-то лучше, правда? Ну, я, конечно, наверное, оно зимнее. Я его не буду носить с лодочками, наверное, с сапогами на каблуке. Ну, как-то... Ой, знаете, тогда я одену черный пояс, наверное, надену, чтобы с лодочками он сочетался. Сейчас я повторю. Да, даже так лучше, потому что тогда он черный сочетается с туфлями, а тот коричневый был все равно не в цвет, когда ему какое-то другое коричневое пайло. Хорошо, я одену? Застюбиться. Ну, в общем, вот теперь... Так лучше меня видно. Ну, что вы скажете? Оставить, не оставить, сдать. Учитывая то, что оно стоило 20 долларов, и что у него хороший состав, и, в принципе, зимой я думаю, что очень даже смогу его носить, если с поясом, и с каблуком, и, в общем... Так оно, в принципе, неплохо, правда? С поясом мне нравится. Жду ваших мнений, жду ваших комментариев, что вы скажете. Все-все, вот такая у нас получилась распаковка, такие примерки. Ребята, я надеюсь, вам понравилось, было интересно, было весело. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, спишите мне комментарии. Ой, аж вдохнулась так, быстро говоря. Что вам понравилось, что нет. Увидимся в следующем видео, буду очень вам рада. Всего доброго, пока-пока-бай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok